Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря открылась выставка, посвященная реставрации древней иконы Боголюбской Божьей Матери. На открытие побывала наша съемочная группа. Икону Богоматери Боголюбской реставрировали почти сто лет. Избавляли от плесени, расчищали и консервировали красочные слои. Задача по спасению иконы была невероятно сложной. Перед первым этапом реставрации она представляла собой археологическую руину. Последний этап реставрационных работ позволил раскрыть подлинную иконопись XII века, сохранившуюся самое главное – в изображении лика Богоматери. Многие поколения пытались вывести икону из аварийного состояния. Порядка 20 записей находилось на этой иконе. И только благодаря современным технологиям, научно-исследовательским работам удалось завершить практически этот грандиозный проект по спасению Богоматери Боголюбской. Сегодня мы можем видеть лик XII века. Предание гласит, что икона была написана по повелению благоверного великого князя Андрея, прозванного Боголюбским, после явления ему ночью на подъезде к городу Владимиру самой Пресвятой Богородицы. Сейчас это и чтимый чудотворный образ, и один из древнейших памятников древнерусской иконописи до монгольского периода. Памятник этот навечно вошел в историю как главный символ Владимира Суздальской Руси. Эта икона спасала, помогала, утверждала, спасала от моровой язвы. Есть предание о том, что вместе с Владимирской ее даже возили в Москву во время нашествия Тамерлана. Состояние самой иконы пока не позволяет представить ее на выставке. Поэтому центральное место в экспозиции отведено реконструкцией первоначального образа, созданной в реставрационной мастерской. Вот в таких вот халатах работают художники-реставраторы. Сейчас мы зашли в реставрационную мастерскую, где работает Александр Анатольевич Гарматюк, занимавшийся реставрацией боголюбской иконы Божией Матери. Мы пришли в мастерскую за несколько дней до открытия выставки и увидели на верхнем поле иконы реконструкции «Дейсус» перед выставкой, закрашенной реставратором, которому удалось определить это изображение как более позднее по отношению к основному образу. Именно основываясь на реставрационных исследованиях, выяснилось, что, например, для характерной для иконографии боголюбской богоматери свиток в подлиннике отсутствовал. С другой стороны, сверху присутствует «Дейсус», и «Дейсус» тоже отсутствовал. Он был написан позже. Вероятнее всего, «Дейсус» находился на окладе, серебряном окладе, в котором был украшен икона. Еще минимум два года икона будет находиться в специальном музейном помещении на карантине под наблюдением профессионалов. На этот период доступ к ней закрыт. Поэтому и на выставке она представлена исключительно в фотографиях. Выставка будет работать до 26 февраля.